приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья мы с вами уделим внимание народным приметам на 5 декабря поговорим о церковном календаре поговорим обязательно о народном календаре а также поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 5 декабря далее друзья все более подробнее 5 декабря православная церковь чтить память святого прокопия чтеца который родился в иерусалиме жил он также на территории иерусалима и служил чтецом церкви кессарийской прокопий объяснял слово божие переводил на сирийский язык священное писание исцелял людей одержимых духом беснования также святой обладал даром чудотворения и мог излечить тяжелобольных людей в 303 году наместник палестины флавиан приказал схватить прокопия заставить его отречься от веры и принести жертву языческим божествам мужчина предстал перед судом и отказался это делать после чего его обезглавили тело прокопия чтеца перевезли в иерусалиме похоронили в склепе расположенном на вершине горы позже над склепом была возведена церковь названная в честь мученика остатки этой церкви сохранились и сегодня они расположены на территории монастыря святого модеста ну а в народном календаре это день прозвали как прокопия в день или день прокопия считалось что именно с этого дня 5 декабря устанавливается прочный санный путь поэтому в этот день выходили наши предки прокладывать санную дорогу по льду и устанавливать зимние вехи чтобы путники не заплутали во время метели зимние вехи представляли собой колья светошью или паклей на конце они служили своеобразными ориентирами на санном пути через крупные реки или в степи где не было других ориентиров вехи мужчин устанавливали обычно всей деревне а после завершения такого важного дела устраивали праздник честь начала санного пути конечно же большие надежды наши предки возлагали на покровителя этого дня имя прокопии по их понятиям отражала ориентированность на прокапывание то есть обустройство дорог с этого периода начинали проводить ярмарки торговали санями но чтобы править к местам назначения на дороге устанавливали вехи которые обозначали путь и также обращаем ваше внимание вехи устанавливали на льду смотрели чтобы они не провалились про прорубь знаете когда-то не было дорог как у нас сейчас с вами дороги асфальтные дороги а раньше такого не было и раньше были дороги или на полях в деревнях а в зимнее время обязательно уделяли внимание именно таким дорогам которые были на по льду сделаны или на снегу поэтому если в вашем регионе до сих пор есть такая традиция обязательно ее зафиксируйте то стиле запишите обязательно своими словами и снимите на видео и обязательно выложите в интернет почему потому что это народная традиция она уже исчезает и к сожалению это печально вот 5 декабря по окончанию работ собирали наши предки общий праздник на которые приходили уже все жители селения здесь они пили ели и общались часто всем селом скидывали сен и покупали барана жарили его и угощались в некоторых областях вместо мяса готовили рыбу мужчины и парни днем ездили по дрова и по сено а вечерами занимались ремонтом и изготовлением саней дети собирались шумными компаниями катались с горок и играли в снежки присоединиться к деткам могли и парни с девушками вечером 5 декабря было принято загадывать друг другу загадки на прокопия устраивали мужские братчины мужчины обязательно варили общественное пиво длинными холодными вечерами все члены семьи собирались вместе и рассказывали сказки однако говорится было другой фантастичнее инте и интереснее порой так увлекались что даже не спали до утра также обращаем ваше внимание что у нас с вами продолжается рождественский под пост и поэтому если вы его держите обращаем ваше внимание что сейчас у нас с вами рождественский пост идет до 6 января между тем этот день 5 декабря хорош для учебы и получения знаний причем это касается не только детей и молодежи но и взрослых так что сегодня можно начать изучать что-то новое заняться повышением своей квалификации или к примеру освоением даже иностранного языка также на прокопа можно смело было прислушиваться к словам людей которым вы доверяете и знаете что их не слова будут искренне сегодня их советы их рекомендации будут особенно полезны и важны для вас кроме того существует одно интересное поверье что если в этот день 5 декабря отдать старый но хорошие вещи нуждающимся в дом придет благополучие да и обновок долго ждать не придется ну а женщины 5 декабря отправлялись в лес за травой так называемой ефилией которая согласно народным приметам и народным поверьям росла только в снегу и считается что именно это растение обладает огромные целебными качествами она излечивает от болезней помогает растущему организму быть крепче и сильнее поэтому траву заговора заваривали обычно для детей потом женщины проводили день приготовление еды для всей семьи пекли прекрасные блинчики а также пироги после ткали и сшили вечером же заваривали чай из шиповника с добавлением трав и меда чаевничали с подругами рассказывали друг другу интересные истории ну и конечно же не забывали проводить гадания существовало у наших предков еще одна народная примета что если 5 декабря лошадь провезет пустую провезет пустые сани то будут после лениться вести и груз поэтому в сани садились целой гурьбой и погоняли коня вокруг деревни после приезда кормили его досыта а сани утирали тряпочкой как бы под с них стирали и трижды обязательно читали молитву отче наш в день прокопия 5 декабря проводили разряя различные обряды на то чтобы сани не ломались а вы знаете что когда-то сани это было первое средство передвижения и кони сейчас конечно нас с вами есть машины а когда-то этого не было поэтому обычно этим самостоятельно занимались хозяева этого зимнего транспорта но бывало и обращались к с ведущим магии людям к знахарям ведуньям и колдунам а вам предлагаем провести обряд чтобы сани не ломались все равно в наше время есть села деревушки где без сани никуда и так санки 5 декабря нужно накрыть самым лучшим покрывалами и прочитать следующие магические слова слова по папа но и лошадь накрываю а на сани одеяло надеваю чтобы не ржавели не скрипели а как ласточки летели затем трижды нужно синить крестным знамением знаете наши предки 5 декабря особое внимание уделяли народным приметам касательно погоды потому что им было очень важно знать какая погода будет зимой и какой урожай будет в следующем году поэтому теплая погода на прокопа сулила длинную и снежную зиму ну а если у костра разгорелась сажа то будет пасмурно и снега много навалит но если волки из леса вышли подход близко к человеческому жилищу то зима будет суровой и затяжной если на улице мороза проруби вода находится выше уровня льда то он грядет от теперь и снег с дождем именины 5 декабря отмечают следующие имена максим петр михаил альберт архип валерьян прокопий филимон ярополк цицилия и кекилия и александр поэтому обязательно если в вашем окружении есть люди с такими именами обязательно поздравьте их с именинами а вот человек рожденный 5 декабря по знаку зодиака стрелец эти люди являются полноправными хозяевами своей судьбы счастье полностью находится в их руках главное сделать правильный выбор и плодотворно работать над собой они не сбиваются с пути в лесу и в жизни в качестве талисмана им подходит турмалин этот камень может пробудить человеке скрытые таланты и творческие силы черный турмалин способен притягивать темные силы поэтому его с древности использовали в разных магических ритуалах но а если вам удастся приобрести кулон форме охотника из созвездия ориона то вы не только сможете привлечь к себе удачу но и сможете защититься от негативной энергии со стороны недоброжелателей и завистников также люди рожденные 5 декабря зачастую отличается тем что с юных лет знают свое даже жизненное предназначение но не сбиться с правильного пути может помочь талисман из турмалина это минерал который хорошо воздействует на разум и на состояние тела но а сны в эту ночь обычно бывают тяжелыми это связано с непростой энергетикой это этой ночь если вам приснится нечто неприятное нужно постараться выбросить видение из головы если естественным путем это сделать быстро не получится обратитесь за помощью к воде просто откройте экраны и расскажите о том что вас тревожит и что у вас беспокоит вместе с жидкостью обязательно уйдет весь негатив также в ночь с 4 на 5 декабря могут сниться сны которые покажут насколько гармонично развивается ваш духовный и материальный мир в этом смысле хорошие сновидения скажут о том что все в порядке нет поводов для беспокойства плохие же сны в которых вас обижают или вы сами делаете кому-то плохо должны заставить вас насторожиться скорее всего в настоящий момент вы действуете в корне неверно во всяком случае ваши шансы враги не соответствуют вашим стремлением обратите нас на этой ночи особое внимание давайте поговорим о том а что же можно делать было 5 декабря по народным приметам и народным поверьям итак друзья в прокопье прокопье в день доброй традиция была подавать милостыню и отдавать старые вещи нуждающимся считалось что тот кто откажется почтить память мученика таким образом самого себя обречет на голодный год поэтому если в вашем окружении кто-то обратиться к вам за помощью за советом за рекомендацией или возможно окажутся люди которые попросят его купить кусочек хлеба или булочки обязательно это сделайте также 5 декабря стоит особенно внимательно прислушиваться к советам окружающих даже если вы о них и не просили то о чем расскажет советчик в этот праздник принесет вам большую пользу не сейчас так позже так говорили наши предки давайте поговорим о том а что же нельзя делать в день прокопья 5 декабря основное что нельзя делать на день прокопья 5 декабря это пить крепкие алкогольные напитки дело в том что согласно народным поверьям и народным приметам в тело выпившего крепкий алкоголь может влететь нечистая сила и посетилиться там навсегда такой человек не сможет отказаться от спиртного и в итоге превратиться в горького пьяницу потому народными приметами 5 декабря и разрешается распитие только пиво которое наши предки варили именно в этот день 5 декабря считая что этот напиток обладает волшебной силой и спасает от всех бед и невзгод так же день прокопья нельзя покупать и дарить живые цветы они заберут энергию у хозяев дома поэтому в качестве подарка лучше преподнести букет например из тех же конфет и печеней если же кто-то по незнанию все-таки подарит вам цветы 5 декабря то их нужно поставить в нежилом помещении будь то коридор балкон или веранда не стоит и хранить старые вещи сегодня нужно постараться отдать их нуждающимся считается что если так сделать то очень скоро получится не только обновить свой гардероб но и выгнать из дома тоску ссоры и недомолвки между родными и близкими людьми кроме одежды в день прокопья можно отдать и и предметы обихода единственное исключение что не стоит никому давать 5 декабря это соль и сахар вместе с ним можно отдать семейное счастье и благополучие также нельзя 5 декабря давать деньги соседям в долг так как можно с ними надолго и сильно поссориться кстати муку и воду также им сегодня не рекомендуется давать так как тогда по по народным приметам придется жить в проголодь 5 декабря воспрещается стелить гостям постель на которой ранее спали супруги это может привести к распаду семьи лучше всегда иметь в обиходе дополнительный комплект белья на котором будут спать только ваши гости также 5 декабря нельзя пристально смотреть друг другу в глаза можно очень надолго поссориться особенно это в касается влюбленных людей такой взгляд может привести к длительному разладу и даже к сожалению к разрыву отношений друзья вот такой у нас с вами день 5 декабря по народным приметам и по церковному календарю мы надеемся друзья что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни сами как всегда был канал за тарика для тебя друзья обязательно подписывайтесь наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованные видео именно для вас нажимайте на то ведь и которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео видео